Как мы можем узнать то, что некий определённый человек является обитателем рая? Если я укажу на кого-то и скажу, что он будет в раю, будет ли это правильным? Согласно нашей акиде «Ахлю суннау аль-джамаа», мы не можем стопроцентно утверждать, что какой-либо конкретный человек попадёт в рай, или же наоборот, что он обитатель ада, за исключением десяти сподвижников, обрадованных раем ещё при жизни. Однако наш пророк А.С. рассказывал про качество райских людей, и они передаются во многих хадисах. Я отмечу только три из них. Посланник Аллаха А.С. рассказывал своим сподвижникам, «Вы вскоре поймёте то, кто является обитателем рая, а кто обитателем ады». Сподвижники спросили, как у посланника Аллаха. Посланник Аллаха А.С. ответил, «Через восхваление и осуждение вы являетесь свидетелями Аллаха на земле». Это был первый хадис. Перейдём ко второму. Однажды мимо посланника Аллаха А.С. прошла похоронная процессия, и люди хорошо отозвались о покойнике. Тогда он сказал, «Обязательно! Обязательно! Обязательно!» Затем мимо него прошла другая похоронная процессия, и люди стали плохо отзываться о покойнике. Тогда пророк А.С. сказал, «Обязательно! Обязательно! Обязательно!» Умарда будет доволен им Аллах, сказал, «Пусть мой отец и моя мать будут выкупом за тебя». Люди пронесли носилки и стали хвалить покойника, и тогда ты сказал, «Обязательно!» Затем люди пронесли носилки и стали плохо отзываться о покойнике, и ты снова сказал, «Обязательно!» Посланник Аллаха А.С. сказал, «Тот, кого вы стали хвалить, обязательно попадёт в рай». А тот, о ком вы отозвались плохо, обязательно попадет в ад. Вы являетесь свидетелями Аллаха на земле. Третий и последний хадис. Обитатель рая – это тот, чьи уши наполнены похвалой людей, когда он их слушает. Обитатель ада – это тот, чьи уши наполнены осуждением людей, и он это слышит. Итак, исходя из этих хадисов, какое качество в человеке может указывать на то, что он обитатель рая, либо ада? Это его репутация в обществе. Что говорят люди о тебе? Однако не нужно пытаться нравиться людям для того, чтобы они думали или говорили о тебе хорошо. Нет, нет. Эти старания будут умножены на ноль. Все должно быть естественно. Ты по своему естеству должен хотеть помогать людям. По естеству должен навещать больных, посещать джаназа намазы. Ты по своему характеру должен хотеть помогать нуждающимся. Тебе должно это нравиться. Это приблизит тебя к Аллаху. Почему же говорится «когда он их слушает»? Это потому, что куда бы этот человек ни пошел, то будет находить везде только восхваление и одобрение людей в свой адрес. Настолько хорошая у него репутация. Когда я нуждался в помощи, он помог мне. Когда я переезжал, он пришел первым, чтобы помочь с переездом. Когда я лежал в больнице, он навещал меня. В моей тяжелой ситуации он был тем, кто помог встать на ноги. Он всегда помогает мне. Или же другая ситуация. Человек, которого везде проклинают. Все, с кем он контактировал, ненавидят его. Например, правители, тираны, которых постоянно проклинает народ из-за причиненного притеснения и зла. Они слышат осуждение и проклятие каждый день. Его избегают и не хотят видеть. Субханаллах. Братья, это прекрасная возможность от нашего пророка, алей-иссаляту и салям, выяснить, являемся ли мы из людей рая или ада. Конечно, нет стопроцентной гарантии, ведь дела оцениваются по их завершению. Но можно уже стать тем, кто помогает, радует и поддерживает окружающих, особенно свою семью, особенно своих родителей. Если твой брат уже сказал тебе, что его уволили с работы, то не жди, пока он скажет тебе о своей финансовой нужде. Если ты видишь, что кто-то из твоего окружения находится в сложной ситуации, предложи помощь сам. Не вынуждай их просить тебя и молить о помощи. Подумаем на минуту. Являемся ли мы теми людьми, кто первым приходит на ум, когда людям необходима помощь и поддержка? Или мы те, кому хотят обратиться в самую последнюю очередь? Либо еще хуже, кому и вовсе не хотят обращаться ни в какой ситуации? Да убережет Аллах нас от адского огня.